Чистого сердца поздравляем вас с этим знаменательным днём. Праздничное событие началось со слов заместителя Акима области у Лазбека Садыбекова. Сегодня мы можем гордиться, что Казахстан это наш общий дом. Согласие, дружба, единство наше главное богатство. Стоит отметить, установление безупречных межнациональных отношений немаловажную роль сыграло и введение мудрой языковой политики. Церемонии награждения поощрялись благодарственными письмами Министерство культуры и спорта, партия Нур-Атан, областной Маслихат, руководители культурных центров и учреждения, обучающих языкам. Конечно, сегодняшнее наше вручение благодарственного письма от имени Акима области это признание наших заслуг. Мы благодарны и руководству области, и руководству республики. Согласно разработанному плану мероприятий, в целях развития языков в районах и по городу было проведено 5 конкурсов, 10 акций, 15 круглых столов, 3 форума, а также музыкально-литературные вечера. В области действует 14 центров, в котором обучаются государственному языку. Обучение в них проводится бесплатно. Там учатся около 4000 госслужащих и людей, желающих владеть казахским языком. В ближайших планах реализация постановления главы государства о переходе на трехязычие. По области число владеющих государственным языком составляет 90%, русским языком 62%, английским 9%. Собретение независимости Республики Казахстан на ее территории проживает более 120 национальностей. В 1998 году было утверждено празднование Дня языков народов Казахстана.